у вас прям каждый день хорошо что другом институте училась обучение я уже с ним он уже признался в любви это может поскользнула женя помогите пожалуйста видела вас по телевизору все и у вас трое детей ой ой я не туда еду в елки в елки ой ой авария я слушаю его как музыку ты понимаешь ты мое будущее такие дети хорошие в колледже или это нам выставили самых лучших знаете телевидение или они тут все таки у нас просята есть у нас передачи идет четыре с половиной часа в субботу добрый ранец и беларусь добрый ранец и беларусь в эфире телеканала беларусь один из спутников телеканала беларусь 24 программа добрый ранец и беларусь в студии с вами светлана боровская на календаре суббота 20 мая сегодня мы вновь отправимся в могилев в одной из зимних командировок в этот город нас позвали приехать еще раз ближе к лету и обещали удивить необычным учреждением образования мы это запомнили едем в город могилев здравствуйте михал владимирович проезжали видели ваши зубры в порядке просыпаются спасибо скажите пожалуйста я приехала посмотреть трактора как детки ухаживают за животными а что-то у вас за на плацу построения у нас каждое утро начинается с того что дети завтра ходят и идут на лиги а вы помните что вы директор колледжа не пионерского лагеря я помню что у меня одни мужики практически у нас дисциплина чем выше дисциплина тем выше качество обучения мы готовим будущих рабочих и служащих на земле да и они должны быть подготовлены к этому ну в полном объеме работать много работать качеством их и приносить пользу родину ой ну хорошо давайте посмотрим миха владимирович пользуется ли популярностью колледж но наверное наш колледж пользуется огромной популярностью у детей а еще больше у родителей и у бабушек у дедушек дедушки когда приходят у нас на родительское собрание здесь выставить такая очередь из машин что я иногда очень переживаю чтобы они выехать смогли да вот какие специальности получают ребят у нас всего три направления это наш лесное хозяйство да это агропромышленный комплекс трактора вижу и мы еще выпускаем деточек товароведов торговые продавцов кассиров но таких ты забираете хлеб у экономических больше на вы не забираем хлеб а так у нас и девочки были в колледже точно вы же я посмотрела вот больше не мальчиков 90 процентов мальчики но потом семьи образует и будет же час ну не без этого не без и без и без и без и есть же у вас такие здесь правда как без любви хорошо куда мы сейчас идем мы сейчас с вами идем в центр компетенции это республиканский центр компетенции где мы готовим трактористов всех категорий компетентных компетентных но мы сейчас зайдем вы все увидите своими глазами это рассказать не ребята учатся все учатся проверим все ли на местах все дмитрий анатольевич лунгис здравствуйте что вот это за центр это место областного значения на самом деле здесь сконцентрированы самые дорогостоящие труднодоступные средства для обучения и вот специальность отсюда ребята получат тракторист машинист то есть так просто сел поехал а вот совсем это очень непросто тем более в современных реалиях но пойдем везде компьютеры везде нужно разбираться ой это вот прям идет занятие это это лаборатория индивидуальных занятий как видите здесь установлены нас три симулятора вот у нас кстати сейчас мастер производственного обучения мастеренко артем владимирович дает урок убирают пшеницу высокой вооружайности а как вас зовут товарищ стёпа стёпа ну и как вам стёп поехать на тракторе а извините извините я девочка мне можно ошибаться это настоящая кабина комбайна все то же самое что в настоящей команде только один наверное не скажу что это недостаток но это мультяшная картинка перед лузами но она очень приближенность она очень реально а бибикает нам же знаете а главное повели там еще что мы знаем из кнопок в этой машине а мы можем и светлана даже научить ездить стёпа а давай вы будете мой инструктор а я буду значит а вы попробуйте а вдруг вы здесь будете преподавать никто не знает как жизнь сложится ой уже нас зашатало уже знаете теперь ставим 2 диапазон а педали это тормоза а газ газа нету газа если хотите можно отрегулировать нет я так не смогу давайте рулить уже ставим второй диапазон не я не буду учиться в вашем колледже просто по рулю пойду я не хочу знаете самое главное не это мне научиться а просто рассказать телезрителям дорогие мамы бабушки дедушки папы у кого есть дети вот совсем такое современное обучение это так интересно все такое новенькое красивое чистенькое вообще как поменялись времена вот идет обучение приходит ребята они сели и учатся ездят на этом супер современном комбайне а главное у нас будет хлеб это главное а давай быстро поедет и не туда еду в елке в елке авария слушай что будет светочка сломали немножко до выручить в елке в березке не врезалась чуть не оставила вас без хлеба не волнуйтесь машина она сама заворачивает для таких дурачков студента нет-нет-нет-нет сама не заворачивает как вы крутите так она едет а да там уже вообще жилые дома а как остановить за машинами с вами машинами мы тут едем с вашим сыночком стёпой прекрасно ну что выложу садись себе слава богу что я не учу что это знаете я быстро получилась мне уже так и надолела а стёпочка тебе еще учиться доучиться стёпа удачи тебе все по кстати у нас победитель областного конкурса профмастерства world skills а видно что он до моей месяце он поедет на республику и будет участвовать в республиканском конкурсе на самом деле у кости прям династия у него такой прадед а был хлеборобом да но то время а дедушка был трактористом отец и вот он по стопам пошел четвертое поколение после своего отца так и слава богу то есть твои деточки обречены уже в хорошем смысле ты будешь так это прививать что они наверное а если девочки будут а что девочки думаете не будут трактористами что есть и очень много что у вас есть я учился с несколькими а это красиво в ярко косынки красиво а что это такое делаешь вот это сейчас я выполняю задание по агрегатированию трактора за опрыскивать это шлем виртуальной реальности я понимаю джойстик вообще-то я могу агрегатировать машину и получаю практически навыки для того чтобы в будущем когда приду уже на производство я не ходил остолопом а уже понимал что мне надо делать и как это делать а я тебе скажу есть такие которые уже и лет много ходят остолопом не буду говорить о каком производстве на счет этого тренажера мы сказать что у него отличные преимущества отличие от всех этих это наличие модуля точного земледелия если слышали такого я считаю что за этим будущее потому что данные технологии уменьшают затраты человеческих ресурсов семян удобрений топлива в этом повышает качество работ слушайте вот я слушаю его как музыку ты понимаешь ты моё будущее нам будет спокойно то что ты все придумаешь ты нас накормишь ты нас спасешь ты такая умница спасибо большое и всей твоей семье где-то идет сначала воспитание потом колледж и вокруг тебя люди которым ты веришь который дает себе эту профессию особенно приятно работать с людьми которые знают свою профессию и хотят тебя научить это самое главное особенно дмитрий анатольевич хороший преподаватель не станет тебе каллы и злоки конечно нет а какие у тебя оценки в своей группе я на втором месте по среднему баллу 8 и неплохо кто на первом на первом матвей а где он за другим за другим тренажом мы сейчас к нему пойдем мы тоже сходим кости значит мы сейчас я где вы будете наблюдать все я вот здесь на мониторах вы можете наблюдать это вот смотри то что видишь ты да абсолютно себя там и что ты должен сделать что должно произойти я должен подключить трактор агрегат вот этот желтенький да 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 ну подключай я рассказываю а ты можешь комментировать все же что ты делаешь сейчас мы берем гидравлическую муфту которая будет обеспечить нам движение вот этих вот стрел опрыскивать до него поднимать либо же опускать да и уже вообще раскладывать вот сейчас мы подключаем гидросистемы трактора тут есть 8 это значит что мы можем подключать агрегаты которые шире больше и мощнее повышать производительность нашего машинфракторного агрегата вот сейчас мы подключили шланги гидросистемы и у нас благодаря этому разложилась стрела теперь мы можем надеть специальные форсунки которые будут распылять наши удобрения либо же химикат для борьбы сорняками и вредителями вся суть роли тракториста сводится к тому чтобы доставить трактор на поле и изъять его с поля потому что современные системы точного землетелия позволит полностью автоматизировать работу на поле также появляются же первые проекты универсальных платформ это когда на платформу не устанавливать не кабину ничего а просто робот двигатель четыре колеса сусти не кажется кости вы будете ученым вы так рассказываете про внедрение а я так стоял меня прям голова кружится что это сложно но я верю что вы сможете поэтому как здорово что вы пришли сюда у вас были такие родители и вы все в этом понимаете а не так как говорите а столом ходить по жизни правда как вы сказали я буду прямо это повторять костя спасибо большое счастливо все желаю тебе прекрасную жизнь хорошую семью хороших деточек умненьких таких же как ты привет конкурент здравствуйте так что говоришь как она на первом месте хорошо сладко но опасно да если честно конкуренция дмитрий вот расскажите чем такой замечательный матвей он умненький это видно в его глазах интеллектное лицо это человек который просто вот тянет техники понимаете да вот просто с кабины трактора вот особенно таких больших не вытянуть это мама те машины покупала на самом деле нет у меня была одна игрушка какая-то сверху у тебя была одна игрушка и пластилин и что ты лепил не тоже был пластилин я любила пластилинки я в принципе сельский такой человек и рядом с моим домом вот находится и ферма и мех двор ну или знаете когда маленький выходишь такой на улицу видишь трактора ездят ну естественно очень нравится интересно то ну все-таки решил хотя в моей семье в отличие от константина не сильно такие трактористы и фермеры ну вот что то мне понравилось матвей а вот откуда что это за местечко где ты родился откуда ты ну я родом из минского минской области пуховичского района агрогородка голодск мы знаем пуховича в тоже снимали а вот в агрогородок твой не доехали ну приглашаем спасибо буду знать что там живет такой парень ну да такие дети хорошие в колледже или это нам выставили самых лучших знаете телевидение или они тут все таки но пока других не на нас действительно но знаете это наверное все таки зависит еще от педагогов от наших они прививают вот эту любовь к технике понимание и значимость той профессии которую они выбрали скажи что мы сейчас делаем в этой кабине сейчас в этой кабине установлена программа правила дорожного движения не отворачивай свое красивое лицо от камеры сейчас девушки все влюбиться в тебя письмо 10 девушка нет вот а у вас мало здесь девушек правда ну нормально нормально я дискотеку выпрашивала михао владимирович много это вам сделала вы не пришли четыре человека ну что это за дела на танцами ходить а дмитрий антонович все-таки что это за машина там и так некрасиво говорим трактор-трактор это самолет практически динамический тренажер трактор мтз 3522 что такое динамический тренажер да а вот сейчас будет выбрана программа трактор ездит по неровной дороге и учащийся или оператор до который находится в кабине за рулем 1 но можно и с мастером предполагается в настоящей машине что он будет там 1 до заходе война ты взялась светлана это лаборатория тракторов здесь у нас консультанты сконцентрированы стенды и отдельно узлы вот этого большого трактора на котором который мы видели светлана это наши будущие техники механики мастера производства обучения буквально еще годик у них выпуск и мы все-таки надеемся что они останутся у нас работать потому что мы уже много у нас ходит же мастерами обучение педагогами да а сейчас как заинтересуете ночи стараемся очень стараюсь очень стараемся хорошо учить думаете что останется ли не останется останется если хорошая зарплата хорошие условия хороший коллектив а вот сегодня какое занятие вот что что чего они не знают что сегодня сегодня мы диагностируем гидроусилитель рулятора 80 на этом стадии можно задать изначально что гидроусилитель у нас неисправно да после этого можно провести серию экспериментов да пользуясь несложными формулами произвести кое-какие расчеты и посмотреть насколько он неисправен что с ним дальше можно сделать как вы поймете кто сдал задание сегодня вот в чем потом когда мы это все сделаем мы займемся расчетами построим необходимые графики а потом я ищу с ними вкусно проявлю беседу кто насколько понял и выявите уровень знаний очень интересно ничего не понятно поэтому здесь у вас девочек я и не вижу что девочки это же птички были девочки до свидания большого спасибо как досуг вообще проводить танцы есть ой досуг у нас прекрасен нас целый клуб на территории колледжа 22 кружка и секции все не бесплатные все для детей я уже сниму мне уже признался в любви это может здравствуйте давайте уже рукопожатие крепкая сколько мне недель нибудь рукопожатие месяца два это останется вашим зарубка останется на вашем сердце давно на зарубку моем сердце ой как хорошо передачи вели другими да вы что за 30 лет зарубки а жена ваша радуется вашим зарубка с рядом со мной сидит и смотрим молодец привет ябыш как на завод валентина давайте дорогая валентина у вас прекрасный муж и зарубка по моей передаче не мешает вашему мужу любить вас и всю жизнь и ведущую и ведущую тоже спасибо побежал дальше холодеешь ну конечно популярная история трактора для мальчиков данных таких тренажерах это я увидела сейчас мы идем в новый корпус что это ну мы с вами идем посмотреть как обучаются у нас девочки на товароведов торговое дело здоровое дело здравствуйте 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 наконец-то мы увидели девочек прекрасных девочек мы с вами находимся в учебном магазине здесь проводят учебное занятие мастера производственного обучения преподаватель спецдисциплин сегодня у нас учебное занятие проводит мастер производства обучения бурецкая наталья ивановна все муляжи которые вы видите размещены в этом учебном магазине они сделаны руками наших учащихся на колбаса не настоящая ну это муляжи первоначально умения навыки наши учащиеся получают в этом учебном магазине а производственную практику проходят на базовых организациях производственная практика у нас оплачиваемая при поступлении иногородным предоставляется общежитие а что нужно сдавать какие предметы у нас конкурс среднего балла документы об образовании то есть учился хорошо в школе это достаточно а это отделение где только девочки в этом году так получилось что у меня только девочки бывают и мальчишки я вам скажу когда мы идем торговые объекты с мальчишками очень рады мальчишкам очень рады мальчишкам как-то вы знаете везде рады но есть же хозяйственные товары всегда говорят что девочек очень много а мальчиков поменьше девочки тоже наши девочки очень любознательные очень трудолюбивые девочки и когда мы приходим на торговые объекты вы знаете очень приятно от руководителя например заведующей шефте слышать очень лестные слова когда хвалят наших детей скажите пожалуйста вот где вы родились откуда приехали я родилась могилёве могилёве так у вас от городских много девчонок девочек могилёвских больше чем мальчиков мальчики как правило нас со всей республики со всей страны господи что лишь у нас почти ручки нет но если у них будет плохое настроение тогда и у нас будет быстро ход ну давайте еще сватанем женю и пошли это мы вроде прощаться встали с михалом да я параллельно хотел бы не уйдем не уйдем из этого засады пришли к настоящим тракторам я так понимаю мы пришли к настоящим тракторам к настоящим мужчинам и прекрасным женщинам которые это еще и возглавляют так значит тренажёром и позанимались что здесь знакомьтесь здравствуйте леонард это леонид на лунгис это зам директора по учебной производства и работе у нас вот трактора ездят даже и не останавливаются да и ваш любимый мастер производства обучения дети ваши где эти вот ребята они теоретические знания уже получили об устройстве трактора о техническом обслуживании ремонте они поработали на тренажерах да а вот сейчас они уже пришли вот к этой вот вот к этой огромной техникой там огромному трактору и здесь уже проходит непосредственно сам ракаризос на обучение это второй курс а вы уже умеете ездить на тракторе и скажите а как вот это экзамены ли зачет как это происходит а вот что нам просто не проехать или что сделать они сдают экзамен на третьем курсе сдают перед практикой на временное удостоверение сдают экзамены от всех надзор а вам учиться еще сколько лет вот а год и все и вот вы вы думаете где вы будете работать есть у вас какое-то желание где бы вы хотели я буду как мой папа туристов ты откуда сам комельская область правильный район агрегородок углы углы называется углы да улица суворов и дом по ки называют все в гости придем сразу а то придем сразу на пироги к папе скажем спасибо за сына да а вы откуда мы с михайлевской области и краснепольская района тоже отец ректор есть тоже так у нас естественная история у нас в основном учатся сельской местности а этот факультет поняла не ну и хорошо они знают землю из детства привыкли к работе не белоручки все сразу знают настоящая помощник конечно но я конечно всегда прошу чтобы вы мамам помахали папа махните же чтобы вас увидела вся деревня мама привет мамочки привет и папочки скоро к вам придут помощники облегчить так сказать жизнь смена растет спасибо ребят больше и счастья желаю тебе иду пою эту песню в голове поля это родина моя я люблю тебя жизнь лишь за то что ты есть а жена вам петь не разрешает вы же магомаев просто муслим пойдемте вот оно поле вот наши хлеборобы хлеборобы здравствуйте ребята вы какой курс второй все что вы тут гайки крутите этому трактору подрегулировать как часто проходит практически занятия вот в теорию поняли отучились вас неделю раз недели но так при любой погоде под дочь уже вас не посылает директор скажите что вот сегодня мы будем делать это поле чё это наши поля у нас 250 гектар своей земли пахотной поэтому мы прям колледжи ничего не это колледжа все моих ваша до сажаем выращиваем убираем и потом кормят нашу скотинку которая засаде живет точно зубров там столько или же на чем-то кормить зубра и из-за голов поэтому а я еще думаю где вы берете эту еду для зубров мы все тут гадали сидели машине может у вас какие спонсоры есть а вот ваши спонсоры земля вот наши дети которые учатся здесь а потом приходит колхоз работа с первого дня как тракторист вот это поле вот что на нем вырастет здесь будет у нас пшеница расти там дальше вот там там у нас озимая да здесь у нас яровая и авиас там это преподаватель спец дисциплины медиан антон николаевич а а я подумала вас так зовут видео мне это фамилия а скажите они что по очереди у вас будет есть на тракторе что все же должны попробовать ну это привозим сюда определенное длино они покажут свои знания и отдельно каждый выполняет свою работу но поехали оператор может кто-нибудь желает проехать на тракторе иметь ввиду сбоку конечно говорит кость но тогда раз ты так желаешь садись наша гордость будущее молодой специалист кавченко сергей олегович воинская академия за плечами мы же там снимали это шикарная академия просто шикарнейшая вот вы себе так представляли вот свою работу вот вы довольны вот так как вы думали так случилось честно вам сказать пригласили попробовал понравилось у меня больше практика получается вот мне легче детям показать что на практике вы откуда где вы родились сам с бабуська до закончил академию стал то заканчивал колледж и туда и пара и джекула заканчивал и потом шел академию мы потом предложение поступило то есть не чужой а где вы живете дает модель специалистами чужие или это не так не сейчас нет ну мы можем предоставить только общежитие общежитие тоже не комфортабельно два человека в комнате душ туалет свой однако рядышком кухне и вы вот так все живете общежитие даже а вот если вы женитесь на прекрасной девушке то тогда уже может и квартира скоро будем туда и думать у меня и поступление вопросов на фишах я бы интернет но я еще не собираетесь сколько вам лет мне 20 лет спам будет 4 ой так еще молодой еще не торопитесь это вы тоже такой красавец один не останетесь спасибо большое спасибо что мы еще надо проехать ни за что ваша работа это ваша моя это моя и пусть так будет тогда все у нас будет в стране хорошо не будем пудуть работы спасибо большое итак мы в зоосаде это еще одна база шикарнейшая база вашего пользы это лаборатория агролесо-технического колледжа в котором проходят на основном обучение наши учащиеся лесники и егеря вальщики леса они сегодня будут разбирать завалы леса и так далее которые зале зиму сделали наши до деревни старой деревья мы их всех посмотрим заодно проедем на паровозике чтобы чуть-чуть среди зубра конечно для того чтобы мы могли увидеть и нашу природу и подъехать ближе к нашим вальщикам так сказал конечно как будто мы среди мелок собираемся кататься ой это верблюд это верблюдеца околова же она огромная и езжали к нам хотели привезти к ней мальчика до смотрели не не подобрали в белоруссии не подошел не как кодовато крупного ламочка ламочка ну мы же понимаем это тоже в юблюже порода такая лама ну вот единственное что она у нас плюется плюется и далеко все время есть на кого-нибудь плюнуть хочет догнать вас лама михаил нет это не меня это вас он мальчик а он мальчик да извините а вот там ребята стоят это наши ребята это наши ребята которые сейчас у них уйдет урок и потом самое основное у вас будет это что мы сейчас с вами будем заниматься это вести наблюдение все ваши наблюдения учет мы будем с вами записывать у вас там отдельно будет до страничка журнала вот и проведем наблюдение посчитаем что потом уже последующем в кабинете пройдем камеральную обработку наших результатов мы с вами выясним численность поэтому я предлагаю вам наверное спуститься еще сюда вниз мы с вами вспомним настроем бинокли мы начнем я прошу прощения не зацов сейчас у вас будет предмет как он называется у нас производственное обучение мы здесь отрабатываем практически на вот именно часть занятия не получают на теории да мы здесь непосредственно уже практика наблюдаете вы сегодня заживание птицами нет у нас по программе учет подкорм на подкормочных площадок а это вот ваша профессия будет как называется это леснике и категория ц ну что посмотрим на вас издалека здравствуйте вальщики ну что вы сегодня много напилили это все ваши сегодня так вам уже можно зачет получите на каникулу евгений васильевич хороший мастер производственного обучения золотые руки может делать все что угодно скажите а вот вы нарубили дров куда теперь пойдут эти дровишки у нас в засаде и есть своя административная часть когда имеется лаборатория по уходу за животными и есть ветврач есть операционные и все это отапливается у нас собственным котлом ребят ну вот скажите вот вы выбрали вальщиком почему это же трудная история но это конечно очень трудно но это первое очень интересно тебя обучают этому тебе это нравится как бы приветик становись к товарищу поближе а если сосна упадет куда убегать ну это же есть это чтобы не упал женаты нет нет так надо женить его все эти же не такой улыбчивый обаятельный парень мастер же в 22 года уже мастер и студенты не учащийся но вошли какие девушки нравится если девушка все хорошие а пока все нравится о я не за девочки короче он пока свободен ваш раз ли вы не той одно единственное зазноба то вот смотрите женя гречка у него громкая фамилия 22 года живет в городе могилёве городе могилёве например вы можете надеть красиво платьишко приехать здесь на поезде к проехаться этом развлекательном тут зубры и тут же не валит лес минут я шли шли оп поскользнула женя помогите пожалуйста видела вас по телевизору все и у вас трое детей и холодиль спасибо огромное такое чувство что я проучилась вашем кориже я спокойно что специалисты будут нашей стране наберу смелости скажу за всех пока существует профтех мы будем с хлебом мы будем со специалистами мы будем с людьми которые могут прославлять нашу страну так спасибо жму вашу руку не спешите под окончание очень хотелось бы сказать вам тоже спасибо и вручить наш такой вот маленький сертификат дружбы и сотрудничества который вам позволяет к разъезжать к наш колледж часто пользуется всеми нашими льготами этого сертификат ну и в конце хотелось бы сказать немножечко про то место где мы сейчас находимся если позволите зачиталась об себе знаете да пожалуйста это наша лаборатория засад засад имеет свои традиции имеет большое количество животных я остановлюсь сейчас только на тех животных которые мы приобрели за последних три-четыре месяца это мы вроде прощаться встали с михаил владимир да я параллельно хотелось бы не уйдем из этого засада у нас с вами слева наш жеребенок пони который мы не приобрели но он нас родился да у нас в этом году вот сейчас привезли мы пуму девочку для нашего мальчика ой пума и шесть месяцев тигренка которого зовут михать я так понимаю это так люди выбрали но понятно у нас открывается аквариум у нас просята есть у нас передачи идет четыре с половиной часа всего доброго наши дорогие телезрители мы с михао владимировичем прощаемся с вами но не навсегда вот таким получилось утро 20 мая в могилёве мы передаем привет всем нашим героям были рады вновь к вам заглянуть это было так тепло спасибо каждому кто помогал нам готовить эту программу увидимся через неделю с вами всегда ваша светлана боровская и ждите в гости земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе земля в иллюминаторе видна как сын грустит о матери как сын грустит о матери грустим мы о земле она одна а звезды тем не менее а звезды тем не менее чуть ближе но все так же холодны слава богу что я не учусь что я забыл а то знаете я быстро поучилась мне уже так и надоело а степочка тебе еще учиться да учиться вы так рассказывайте про внедрение а я так стою у меня прям голова кружится что это сложно но я верю что вы сможете и снится нам не рога космодрома не это ледяная синева а снится нам дрова, дрова у дома зеленая, зеленая дрова иду пою эту песню в голове поля это родина моя а 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 Светочка, приветик вам. Витя в поля он вас не поволок, бережет. Думает, Боровская сходит. Доброй ранец и беларусь.